Можно сделать air-touch на спецблонде. Зачем? Будет такой же эффект, как с порошком. Не знаю, почему. А, я поняла. Вместо пудры использовать суперблонд. Это, на самом деле, интересный вопрос. Здесь, наверное, нужно понимать, что у вас суперблонд вздувается и течет. То есть, получается, что у нас выхлоп атомарного кислорода и сама консистенция достаточно жидкая. Те, кто знает, попробуйте просто спецблонд положить в фольгу. Пакет будет вздуваться, и, соответственно, у нас при распадении перекиси водорода получается атомарный кислород, он вздувается, и вода. Вода вытекает, поэтому у вас либо вы не доходите до корней сантиметра три, и это такое... Ну, я даже не понимаю тогда, зачем air-touch делать. По концам лучше уж шатуши сделать. Вот. Либо тогда делайте пудры, потому что технически вы можете, ну, просто у вас все вытечет, будет пятна, будут пятна. Хотя логика как бы мне понятна. Сохранение волос, тогда выбирайте другую технику. Я бы была очень аккуратна с такими историями. Вот в глобальном, да, одна прядь у вас не вздуется, но когда их будет много, когда будет наложение, это все наддуется, и у вас потечет все вниз. Вот. Аккуратнее. Это хороший вопрос, кстати. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова